16 марта видновчане собрались около кинотеатра «Искра», чтобы полакомиться горячими блинами, позабавиться в конкурсах и весело проводить зиму. О том, как радушная масленица и накормила, и повеселила, рассказывает Елена Бабина. Так дружно, ярко и весело видновчане отметили масленицу. Вот уже какой год подряд около кинотеатра «Искра» разворачиваются главные масленичные гуляния. Несмотря на капризы природы, любимый праздник собрал всех, от мала до велика. Я надеюсь, что то настроение, которое потихонечку попадает в сердца людей, отвечает этому дню. С утра было хмуро, шел дождь со снегом, но, слава богу, сейчас все получше и получше и получше. Скучать было некогда. Для гостей подготовили развлечение, как говорится, на любой вкус и цвет. Здесь проходят бои на бревне подушками. Древний рядом столб. Уже победителей очень много. Уже на время столб запускаем, чтобы определиться, кому призы все-таки вручать. Дети перетягивали канат, бегали в мешках, а вот взрослые могли проявить свою молодецкую удаль в конкурсе с пудовой гирей. В принципе, давно уже не занимался спортом, и как бы очень было неожиданно выйти и выиграть. Ради дочки и выиграл, потому что знал, что она смотрит и болеет за меня. Ну что, давайте всем дружно поболеем. Единственную представительницу – слава Лукова. Мы на славу славы походим. Ра! А вот за Оксану Ломову, мама троих ребятишек, в этот день болела ее младшая дочка Варвара. Ксюша рискнула поучаствовать в этом мужском конкурсе и в результате опередила многих, доказав, что есть еще женщины в русских селениях. Люблю соревноваться, особенно с мужчинами. Пока что женщины тоже не слабые бывают. Масленица всегда была и остается одним из самых любимых праздников на Руси. Здесь можно так провести весело время, да еще и блинчиков вкусного отведать. Кроме кружевных блинов и душистых баранок, в этот день всех угощали и горящей гречневой кашей с тушенкой. Да, блины вкусные, каша вкусная, чай хороший, концерт, горка, ребенок, дети довольны, все замечательно. Спасибо. Финалом гуляний по традиции стало сжигание чучела масленицы. Поднадоела уже людям зима, так что с соломенной куклой народ простился дружными овациями. Ой, боже мой, зима немного у нас затянулась и хотелось, чтобы ее масленица действительно с собой забрала и пришла наконец-таки к нам весна. Очень ждем ее. И хотя синоптики нам обещают тепло и солнце только с приходом апреля, масленичные гулянии разбудили весну в душе каждого. Елена Бабина, Олег Федоров, Наталья Буслаева, Видное ТВ.